Приветствую всех на моем канале. Сегодня я хочу с вами поделиться рецептом, как я готовлю спанакопита. Спанакопита это греческий пирог со шпинатом и сыром. Сыр обычно берут фета. Если же нет сыра фета, можно использовать другой сыр, который вам нравится. Я люблю, когда добавляю в саму начинку еще немножко сыра Филадельфия, то есть это крем-сыр для того, чтобы масса была немножко кремовая. Итак, с чего мы начинаем? Для начала нам надо шпинат отправить в миску. Можно использовать свежий шпинат, можно также использовать замороженный. Если он замороженный, вам его надо разморозить и дать стечь в воду. Далее шпинат надо немножко засолить и будем его перетирать в воду, чтобы он немножко уменьшился в объеме и не пропустил сок. Этот сок потом нам надо будет процедить. Когда нажимаете на шпинат, чувствуется сколько там есть сока, так влажность уже начинает выходить. Для чего мы это делаем? Нам надо будет этот сок потом процедить. Если мы это не сделаем изначально, то во время выпечки весь сок вытечет вниз формы и тесто не сможет образовать свою румяную корочку. Оно не подзолотится, а станет такое мягкое, не будет такое хрустящее. Когда шпинат немножко уменьшился в объеме, можно также вот так его порезать ножницами. И продолжаем. Можете увидеть, насколько шпинат уменьшился. Когда я только высыпала листья, была полная миска. Сейчас уже меньше половины осталось. Вот. Смотрите. Сейчас я вам покажу. Вот. Вот он сок. Вот он сок, который нам надо выжать из шпината. Далее в миску. У меня здесь лук порей, порезанный кольцами. Я выжимаю шпинат и выкладываю в этот лук. Если видите, что стебло достаточно толстое, его можно убрать. Надо убрать, потому что оно будет жесткое внутри пирога. Так как я использую тесто фило, само тесто это очень нежное. Вот эти толстые стебли будут мешать. Они могут проколоть само тесто и порвать его. Хорошо выжимаем. Чем больше сока мы выжмем, тем лучше. Вот. Я закончила. Вот этот сок, который остался, можно не выливать. Его можно использовать как натуральный краситель. Если вы делаете пасту, его можно добавить в пасту, то получится зеленый цвет. Можно также добавлять, если вы хотите украшать печенье, в пряники, в айсинге. Его можно добавить, получится зеленый цвет. И также можно декорировать любую выпечку, хлеб. Все, что вы делаете, можно придать этим соком зеленый цвет. Что дальше? Дальше мы берем зелень. У меня это укроп и зеленый лук. И измельчаю его мелко. Следите за каналом. Подписывайтесь. Не забудьте поставить пальчик вверх. А также нажать колокольчик, для того, чтобы вы не пропустили новые выпуски на моем канале. Далее берем сыр фета. Нарезаем кубиками. Можно также поломать руками, произвольными кусочками. Все равно это мы будем сейчас перетирать. Просто так мне удобнее. Дальше в свой рецепт я добавляю сыр Филадельфия. Если нет сыра Филадельфия, можете воспользоваться другим любым сливочным сыром, который вы предпочитаете. Дальше мы добавляем яйца. Перемешиваем все руками. И будем формировать наши спонокопиты. Но прежде чем мы это делаем, мне надо поставить масло в микроволновку, растопить его для того, чтобы смазывать тесто Филадельфия. Так, для начала поперчем. Дальше берем яйца. И будем все это перемешивать с руками. Превращая в более-менее однородную консистенцию. Я люблю, когда начинка в этом пироге получается такая не совсем однородная. Когда попадаются кусочки творога, сыра. Когда попадаются немножко листики, не совсем мелко порезанные. Теперь мы можем начинать формировать наши спонокопиты. Упаковку теста Фила. С этим тестом надо работать очень быстро, потому что оно высыхает. Если у вас еще нет такого навыка, вы не можете работать с ним быстро, не успеваете, то я рекомендую вам намочить влажное полотенце и ставить рядышком. Для того, чтобы вы тот слой, который вы не использовали, могли накрыть полотенце влажным. И тесто тогда не будет высыхать и не будет ломаться, крошиться. Для начала надо смазывать сам лист маслом. Зачем мы смазываем маслом? Для того, чтобы само тесто при выпечке было хрустящим. Я смазываю нежно тоже. Далее выкладываю начинку. Сейчас я хочу вам показать, как я делаю их в форме улиток. Буду закручивать рулетом, а потом скручивать как улиточку, формировать улиточку. Дальше я хочу показать, как можно сделать закрытый пирог, маленький закрытый пирог. Для того, чтобы верхний лист пропитался сверху и снизу. Так удобнее, быстрее. Когда лист хорошо промахнулся. Приблизительно намечаем серединку. Разрезаем пополам. Далее опять намечаем серединку. Только уже на обеих половинках. И опять разрезаем. Форму немножко смазываем маслом. Укладываем тесто на слой сверху. Стараемся это делать в хатическом порядке. Для того, чтобы сами хвостики смотрели в разные стороны. И потом мы смогли завернуть, сформировав красивую верхушку. Делать это надо аккуратненько, чтобы само тесто не порвалось. Оно было достаточно нежное. Начинка не вытекала. Теперь выкладываем начинку. Будем закрывать. Закрываем вот так. Немножко комкая. Чтобы потом образовалась вот такая румяная корочка. В виде кружева. Вот таким вот. Вот таким вот способом. Специальные формочки для коктейков. Я делаю еще маленькие, как открытые пироги. Разрезаем на несколько. Ставлю их вот так в хатичном порядке, чтобы образовались красивые хвостики. Можно руками, можно воспользоваться стаканом. Как кому угодно. Ставлю я их. Рядом ставить их не буду, так как у меня форма маленькая. И я хочу, чтобы хорошо заммянились хвостики. Потому я поставлю их далеко друг от друга. То есть через одну. А теперь вовнутрь поставлю начинку и этим у меня получится как открытые маленькие пироги. Пироги смазываю немножко маслом. Для докора посыпаем кунжутными семечками. Мы любим, наша семья любит, когда кунжутных семечек много. Во-первых, это полезно. Во-вторых, это очень вкусно. Выпекаем до готовности. В предварительно разогретой духовке до 180 градусов. И вот такие вот споннокопиты у меня получились. Хочу вам показать, какое хрустящее тесто. Слышите, как оно хрустит? Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь. До скорых встреч!